Они не виделись две недели и теперь составляют наполеоновские планы. И избирательное законодательство поменять, и бюджет на следующий год предварительно рассмотреть. На согласительном совете депутаты сформировали повестку дня на ближайшие недели. Подробности знает Ольга Михалюк. Изменения в избирательное законодательство. Именно с этого вопроса после двухнедельного перерыва предлагает начать парламентскую неделю председатель Верховной Рады Андрей Порубий. В конце прошлой сессионной недели попытки проголосовать за пропорциональную избирательную систему с открытыми списками и без мажоритарки не увенчались успехом. Теперь время поджимает и с рассмотрением бюджета. Я обратился бы и к правительству, и к комитету, чтобы вы между собой определили и согласовали, какие из вопросов госбюджета мы сможем завтра рассмотреть. Бюджетный кодекс может претерпеть множество изменений, говорит представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Депутаты предложили много интересных статей расхода, однако некоторые из них не подкреплены реальными деньгами. В бюджет 2018 года самим бюджетным комитетом было внесено предложение по дополнительным расходам на 10,5 миллиардов гривен. Сбалансировать такой бюджет невозможно, так как не было предложения о том, где искать источники покрытия этих расходов. Мы постараемся за две недели отдать его в кабинет министров в согласованном виде. Также парламентарии требуют не откладывать в долгий ящик законопроект о восстановлении суверенитета на временно оккупированных территориях или о так называемой реинтеграции Донбасса. В начале октября президент внес свой проект на рассмотрение как безотлагательный, однако из-за обсуждения нескольких альтернативных документов президентский проголосовали только в первом чтении. Из проекта убрали упоминания о минских договоренностях, однако осталось еще более двух тысяч поправок. Мы однозначно за признание России агрессором закрепления за Крымом и Ордло статуса временно оккупированных территорий, а также за возложение полной ответственности на Россию за все, что происходит на временно оккупированных территориях. Народный фронт настаивает и на введении визового режима с Россией. Это важная предпосылка продолжения и расширения западных санкций против федерации. Также, по словам лидеров фракции, важно проголосовать закон о приватизации убыточных госпредприятий. Депутаты сообщают, что разработали прозрачный механизм. Это поможет найти средства на медицинскую реформу, например, для технического оснащения сельских амбулаторий. Ольга Михалюк, Владислав Посуденский, ЮАИ-ТВ